Итак, США, G7, Европейский Союз и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть и на нефтепродукты. Отныне максимальная стоимость нефтепродуктов, торгуемых по более высокой цене, чем сырая нефть, составит 100 долларов за баррель, а нефтепродуктов, торгуемых со скидкой к сырой нефти, 45 долларов. При этом остаются исключения. Потолок цен не распространяется на нефть, которая была загружена в танкеры до 5 декабря 2022 и разгрушена до 19 января 2023 года. Детальнее о том, как ограничение повлияет на экономику страны-агрессора, расскажет моя коллега Лариса Зубенко. Я вернусь к вам уже с экспертом для того, чтобы обсудить эту тему еще детальнее. Потолок цен на российские нефть и нефтепродукты призван сократить доходы Федерации, но не допустить колебаний на мировом энергетическом рынке. Это стало основным принципом во время формирования новых антироссийских ограничений, уверены эксперты. Поступления в государственный бюджет Российской Федерации упадут примерно на 30-40%. По разным оценкам, это примерно минус 30-50 миллиардов долларов в год. Это немалая цифра, но она не является критической, чтобы сделать невозможным финансирование войны России против Украины, потому что основная цель именно эта. Сегодня доставку более чем половины российской нефти, идущей морским путем, обеспечивают греческие суда. А около 95% глобальных морских перевозок застрахованы через лондонскую компанию. Попытка обойти ограничения грозит импортерам жесткими санкциями со стороны США и других государств-участников G7. Эти страны, которые готовы брать нефтепродукты, если они потом захотят что-то торговать с Европой и так далее, и нарушат сейчас санкции, которые введены Европой по ограничению стоимости на нефтепродукты российские, то они тоже получат эмбарго. Как показала практика с нефтью, ни одна страна мира в эти игры решила не играться. То есть они испугались реально, что Китай, что Индия, все эти страны, они реально покупают нефть сейчас, российскую сырую нефть, танкерную, гораздо дешевле. То есть они не играются с запретом, который ввел Евросоюз и поддержали нас другие союзники. Это не первое ограничение, связанное с запретом российской нефти и нефтепродуктов. В марте прошлого года несколько наименее зависимых от сырья из Федерации стран отказались от российских поставок. Сегодня страна-агрессор ищет новые рынки сбыта. По данным Reuters, опубликованным в середине января, с начала года самыми крупными импортерами нефти стали Индия и Китай. Однако компенсировать финансовые потери из-за введения санкций таким методом России вряд ли удастся. Индия с удовольствием будет брать сырую нефть, но брать нефтепродукты покупать Индия не будет, потому что она как раз имеет заводы по переработке нефтей в эти самые нефтепродукты. И получается, что Россия себе сейчас делает очень сильную медвежью услугу. То есть насыщая Индию как раз сырой нефтью, она приводит к тому, что после эмбарго и отказа Европы от российских нефтепродуктов, по сути дела Россия дважды теряет. Первый раз теряя, очень дешево продавая свою нефть, а другой раз теряя, когда индийские нефтепродукты начинают вытеснять российские же нефтепродукты на европейском рынке. Как утверждают российские эксперты, Федерация уже потеряла около 17% добычи нефти. Согласно прогнозам на нововведенные ограничения, добыча сократится еще наполовину.